Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Знаете, за всё время мной было выполнено очень и очень много достижений, и об их выполнении я очень редко говорил на самом деле. Видосиков на ютубе у меня почти нет. Думаю, с любовной лихорадки можно довольно-таки неплохо начать. К тому же, на фоне того, что в текущий момент мы не знаем дату выхода обновления 9.2, многие люди ищут чем бы себя занять в игре, и начали делать достижения в любовной лихорадке, что-то им непонятно, что-то кажется им довольно-таки сложным, а какие-то достижения кажутся дорогими в плане баджиков. Сейчас об этом обо всём поговорим. Всего у нас достижений 19 в любовной лихорадке. 12 нужно для получения мета-ачивки «Безумие любви». Сначала поговорим об этих 12, а потом об оставшихся 7. Расскажу быстренько, как делать каждое достижение. Думаю, это будет многим полезно. Первое достижение, которое по факту является базовым, и хотим мы его или не хотим, мы по-любому его сделаем в рамках любовной лихорадки. Чудесный оберег. Получите 12 чудесных браслетов-оберегов. Что нам нужно с целью вообще их получения, с целью их создания? Нам нужен набор собирателей чудесных оберегов. Берёт сауну этого гоблина, мы подходим, говорим с ним, он нам его выдаёт. Теперь убивая мобов, примерно нашего левела, мы латаем чудесные обереги. Собрав 10 штук, мы получаем чудесный браслет-оберег. Таким образом, нам нужно нафармить всего лишь 120 чудесных оберегов. Это очень быстро делается. Следующее достижение – сразить наповал. Выстрелите в 10 игроков стрелой с серебряным древком. Откуда добывать эти стрелы, спросите вы? Я отвечу. Нам нужно просто-напросто купить их. 5 стрел с серебряным древком, 5 знаков любви. Таким образом, нам нужно потратить 10 знаков любви, для того, чтобы получить 10 стрел с серебряным древком. И выстреливаем в игроков. Всё предельно просто. Следующее достижение – заигрывание со страшилищем. Оно поэтапное. И ознакомимся с этапами. Напейтесь в стельку, надушитесь своими лучшими духами, осыпьте лепестками роз шраза и поцелуйте его. Нам всё это нужно сделать. Окей, напейтесь в стельку. Мы покупаем абсолютно любой алкоголь, абсолютно у любого торговца, в любом абсолютно городке и юзаем его. Далее, надушитесь своими лучшими духами. Мы можем как купить духи или одеколон, так и дропнуть с аптекаря, на которого мы ходим каждый день в попытках дропнуть ракету. Также нам нужно осыпать его лепестками роз. Горость розовых лепестков, по-моему, тоже дропается, но можно её купить у торговца. Они дешёвые, но на мэйне я решил не тратить знаки любви. Хочу игрушку купить дорогую. Поэтому зашёл на твинка и всё это делаю на твинке. Также с целью экономии алкоголя можно просто использовать пивного пони хмельного фестиваля. Сейчас мы находим шраза и делаем это достижение. А, вот и шраз. Окей, призываем пони. Юзаем то пиво, которое он нам даёт. Нам нужно питься в стельку. Об этом, само собой, будет уведомление в чате. Ну, по-моему, готово. Или ещё нет. Мне кажется, я готов. Подходим к шразу. Юзаем наши духи. Посыпаем его лепестками роз. Пишем команду в чат ОЦЛУЙ И получаем достижение. Для выполнения следующего достижения под названием «Вам одиноко» нам потребуется купить два предмета. Но для начала прочитаем суть достижения. Отведайте сливочное блаженство чьей-нибудь компании на романтическом пикнике в Долоране во время любовной лихорадки. Достижение ограничено по своему времени получения. Есть неограниченные, раскрою секрет. В разных праздниках имеются такие достижения. Для выполнения достижения «Вам одиноко» нам нужно купить два предмета. Первая – игрушка, которая раскидывается абсолютно на весь аккаунт. Корзинка для романтического пикника. А второй предмет – это коробка шоколадных конфет. Нам оттуда нужно получить сливочное блаженство. Также нам и другие конфетки пригодятся. Не торопитесь их выкидывать. Покупаем коробочку. Открываем коробочку. Получаем нужные нам сладости. Портаемся в Долоран. По факту нам подойдет абсолютно любой Долоран. И намного лучше использовать кое-либо людное место. Мне кажется, площадка Краса, там где Flymaster, место довольно-таки людное. Ставим корзинку. Я надеюсь, к нам кто-нибудь подсядет. Ну, хотя бы. Кто-нибудь. Ну, пожалуйста. Нужно, чтобы кто-то тоже юзнул эту корзинку. В этот момент я жму сливочное блаженство, начинаю его кушать, и мне дается достижение. Ну, вот и все. Казалось бы, место людное, но пришлось написать в личные сообщения двум людям, чтобы хоть как-то отреагировали. Окей, самое главное достижение сделано, и мы можем двигаться дальше. Следующее достижение опасная любовь. Нам нужно помочь картелю хитрой шестеренки нарушить коварные планы королевской химической компании. Как нам помочь? Нам нужно сделать квестлайн. Пять квестов дает нам инспектор Кромс Гвоздезуб в Штромграде. Мы выполняем этот квестлайн, и нам дают достижение. После выполнения всех пяти заданий этот гоблин начнет давать нам дейльки. За эти дейлики дают пять знаков любви. Довольно-таки неплохо. Следующее достижение розовые отблески фейерверков. Запустите десять романтических фейерверков за 20 секунд или менее. Романтические фейерверки мы можем купить. Пять знаков любви, пять фейерверков. Покупаем. Раз и два. Перекидываем романтические фейерверки на панельку, на панельку наших способностей. И просто-напросто закликиваем их под себя. Таким образом они будут быстро кидаться и таким образом мы действительно быстро сделаем это достижение. Давайте проверим, давайте попробуем. У меня еще даже семь секунд осталось. Потому что ГКД этого каста примерно полторы секунды, наверное даже чуть меньше. Мэйби от хасты зависит. И в итоге достижение делается довольно-таки быстро и у нас остается еще запас. Окей, идем дальше. Всенародная любовь. Суть достижения выполнения дейликов в каждом городке на сдачу чудесного браслета оберега. Нам потребуется четыре браслета оберега и за это мы даже получим хорошее количество знаков, а именно 20 штучек. Что нам нужно? Подходим к мопцу, к Ви, мелко шустру. Берем у него дейлик, создаем браслет оберег, ну или нам уже нужно иметь его в сумке. Летим лидеру городка, сдаем квест. Нам засчитывается прогресс в этом достижении и мы получаем пять знаков любви, которые нам нужны. В Дарнасе тоже берем этот дейлик и идем сдавать его. Это очень полезные дейлики, потому что таким образом мы получаем хорошее количество знаков любви. Да, нам нужно летать по городам, нам нужно тэпаться из города в город, но оно того стоит, если вы хотите нормальное количество знаков получать и купить в будущем все игрушки абсолютно. Ну там есть и дорогие игрушки, да, для них нужно побольше знаков и это довольно приятный способ нафармить их. Для выполнения следующего достижения требуется взаимодействие с игроками и не просто с игроками, а еще с определенными расами определенными классами. Взаимодействовать с ними мы будем с помощью горсти розовых лепестков. Мы уже покупали этот итем, мы уже с ним знакомы. Горсть розовых лепестков нужна нам была при выполнении достижения заигрывания со страшилищем и я надеюсь этот итем у вас еще остался. Собственно, ищем абсолютно всех тех, кто нам нужен и даем на них горсть розовых лепестков и таким образом критерий засчитывается. Девятое достижение сластено. Попробуйте конфеты любовной лихорадки, перечисленные ниже. Сливочное блаженство, сладкий десерт, темное желание, ягодный, приягодный крем. В тот момент, когда я купил коробку шоколадных конфет, мне уже выпали разные конфетки, но конфетка четвертого типа просто-напросто не выпала. Да, их можно передавать друг другу, можно поменяться с кем-нибудь как вариант с целью того, чтобы просто-напросто купую не покупать коробку шоколадных конфет во второй раз. Я думаю, это действие довольно-таки неплохое. Если вы найдете с кем поменяться, вы сэкономите знаки любви. Достижение «Будь со мной» требует поедания восьми перечисленных ниже конфеток в виде сердечек, которые добываются из пакетика с леденцами. Мы подходим к милой продавщице и десятый итем, который валяется, это пакетик с леденцами сердечками. Покупаем, открываем, получаем эти конфетки, возможно, нам падают повторные, но ими также можно меняться, как и сладостями коробки шоколадных конфет. Меняемся с людьми с целью того, чтобы просто-напросто не тратить лишние знаки любви. Экономим валюту. Предпоследнее достижение, нужное для закрытия праздника «Моя любовь подобна алой розе». Получите букет красных или черных роз во время любовной лихорадки. Эти розы просто-напросто падают с какого-либо босса, которого мы можем убить в обычном подземелье. Например, каменные недра. Замечательное быстрое подземелье, так еще оно может порадовать нас замечательным маунтом под названием «Кумнишкуры дракон». Проходим каменные недра, получаем с верховной жрицы азил букет, получаем достижение. Последнее достижение, которое нам нужно для завершения праздника «Пожалей влюбленного». Пожалейте манекенов влюбленных в зонах, указанных ниже. Озеро Лизинхаков, Низинарадик Кузница, Накс Рамос, Ринкарена Гурубаша и очищение Стратхольма. Что из это является подземельем, что-то является БГ, что-то является рейдом, что-то является зоной открытого мира. Но для этого нам нужно купить манекенчиков чуть-чуть. Само собой, можно сэкономить. Можно, конечно, одному игроку купить все пять манекенов, а можно собраться в пятером. Каждый покупает по одному манекену, ставит в нужной локации, заранее это обговариваете, и вам нужно будет просто-напросто прописать команду в чат. Жалость, по-моему. Да, абсолютно верно. Прописываем ее, держа в своей цели манекен, и получаем критерии для достижения. Вот и все. Все 12 очаевок рассказаны, но впереди нас ждет еще семь. за которые мы можем получить очки достижений. И я очень долго искал шестое и седьмое достижения, но потом вспомнил, то, что достижения они любят меня являются многоярусным, то есть три достижения в одном. Сделайте так, чтобы на вас одновременно было активировано 10 лучей любви, 25 и 50. Когда сделаем 50, то дают даже еще игрушку вдобавок, так что достижение является довольно-таки полезным. Я делал это достижение не соло, я делал его с человечком в 2021 году, и что нам для этого нужно? Можно даже сделать, скажем так, взаимообмен. Вы покупаете фабричную призму любви, и этот человек тоже покупает фабричную призму любви. ставите друг перед другом и начинаете юзать просто-напросто. Вы юзаете на человечка, человечек юзает на вас. Таким образом нужно сделать 50 использований. Одно использование раз в полминуты. Таким образом нужно потратить 25 минут чистого времени для получения достижения. Просто кликая одну кнопку раз в полминуты. Очень веселое достижение. Окей. Следующее у нас получается крепкая любовь. Вы ее в принципе получаете мгновенно и многие даже забыли наверное об этом достижении. Одолейте троих аптекарей королевской химической компании в крепости темного клыка. Заходим в поиск подземелий королевская химическая компания. Ищем группу убиваем получаем достижение. Далее возможно это спасет вашу жизнь. Выпустите силу любви сокрытую в ожерелье фестиваля. В тот момент когда мы убиваем этих алхимиков кому-то может выпасть ожерелье. Можно попросить вам его передадут и это ожерелье нужно надеть и использовать. За это мы получаем достижение. Далее мелкошустер навсегда получите постоянного спутника. Мы можем даже не тратить на это знаки. Объясню почему. Покупаем стрелу она попадает нам в инвентарь нам дают достижение мы отдаем стрелу обратно. Все 40 знаков сэкономлено. Ну и последнее достижение пятое седьмое которое не является мета очевид для праздника коробка с красивым платьем. Нам нужно покупать этот итем для выполнения достижения возможно тебе повезет любви да есть небольшая вероятность того что при открытии коробки с красивым платьем выпадет красивое черное платье так что потребуется наверное не одно открытие этого контейнера удачи в этом быть может вам реально повезет в открытии сундучка и в получении красивого черного платья всех вам благ в гости здоровья берегите ноги моете руки не забывайте о ссылочках в описании до скорого до скорого